всем привет народ в комментариях по прошлому уроку про parent про предка про родителя точнее сказать в единственном след попросил рассказать про детей про child но тема оказывается и для новичков и для не новичков ладно не буду торопиться много чего мы сегодня с вами изучим и давайте сначала посмотрим на такую штуку как instance instance помните мы наверное создавали с вами кирпичики и что угодно любые объекты которые мы создаем в робоксе мы их создаем с помощью instance instance new и указываем в скобочках какой мы объект хотим создавать ну про instance я уже рассказывал в кучу уроков а нас интересуют функции которые мы можем применять к объектам который находится у нас в place ну или где угодно а именно те которые касаются родителей и детей предков и потомков так ну я выбрал интересные не самые сложные по самый сложный может быть еще урок запишем но в принципе я думаю после этого урока будет все понятно даже если я что-то не покажу ну да давай давайте по порядку посмотрим в instance есть функция сейчас я посмотрю как она выглядит где она у нас как описано из это классная очень коротенькая функция кто знает английский язык тот понимает во первых есть функция из можно как перевести является ли вы можете спросить у нашего роблокса у какого-то объекта вызвать его метод из и узнать является объект определенным типом или нет например ну давайте посмотрим на place что у нас находится в place place я специально создал три такие площадки чтобы не работать с папками а чтобы было немножко поинтереснее я создал симпсоны и покемоны тут немножко гриффинов добавил мне в принципе в основном буду показывать все на симпсонах но тем не менее когда мы будем раба пробовать работать с различными родителями нам это пригодится и посмотрите что я сделал вот давайте в explorer открываем например симпсонов и видим что у нас там есть барт здесь он подсвечивается пример лиза мэгги марч но смотрите вот например тоже марч тоже марч я в этот объект марч еще вложил несколько деталек ну все это у нас не модельки чтобы не было сложности я на самом деле перед уроком попробовал взять из тулбокса но опять там всякие вирусные скрипты которые просто портят мой урок будет просто все на кубиках посмотреть на детальках так так вот что у нас в мир марч наклеечка наклейка в принципе есть в каждом кубике дальше есть какая-то small part вот она small part small part есть smaller арт smaller part есть еще смолист смолист парт значит как бы марч маленькая деталька еще более мелкая деталька и вообще микроскопическая деталька мы на вот таких пирамидах видите вложенных будем смотреть кто является кому потомкам то кому предкам это будет пригождаться во многих играх которые возможно вы захотите делать ну видите тут не то что для баловства видите из барта идут искорки и там где-то огонь горит мне нужно было показать и при обработке родителей детей объектов циклах for мне нужно было сделать несколько объектов разных типов чтобы мы смогли обработать ошибки которые могут появиться у вас если будет что-то повторять ну и в том числе вот смотрите справа на симпсонов видите у нас есть наклейка наклейка тоже отличается по свойствам видите у меня properties окошечко и там тоже свойства совершенно другие если сравнить с бартом с партом с кубиком art совсем другие свойства ну вот примерно я рассказал для чего я такой play сделал давайте посмотрим давайте узнаем бард у нас является артом партон или нет давайте прямо здесь будем писать ну будем печать использовать сначала печать потом будем перекрашивать чтобы все было интересно красиво может быть уничтожать будем может сюда будем добавлять клонировать но пока вот так так давайте напечатаем бард является частью или нет часть это имеется дуб арт так ну давайте укажем путь до нашего борта можно написать так game workspace simpsons там у нас есть бард бард теперь через двоеточие мы можем вызвать функцию класса instance так и функция у нас должна называться из и у каждой функции обязательно должна быть скобка скобка при вызове открывающая и закрывающая закрывающая скобка как вы поняли к принту относится и здесь я с ошибкой написал я написал с маленькой буквы большое должно быть ну мы все это поправим видите когда я печатаю в редакторе скриптов пробок студия меня автоматически мне помогает робот так но сейчас мы должны получить ответ истина true да бард у нас является частью парт давайте попробуем спросим а является ли он например огнем по я нет false отлично так что с помощью вот этой простой функции является чем-то или не является мы можем когда мы будем получать список например список детишек вот этой папке simpsons но это не папка это вот деталь подложка на мы сможем отличить наши парты детали от объектов другого типа чтобы не было ошибок чтобы игра не вылетала так но я доволен давайте теперь спросим вот эту функцию посмотрим так является я скопирую например как simpsons и вот здесь мы спросим вопрос будет про симпсонов про вот эту вот подложку из является ли предкам правильно говорю что так все время путаю предки и так так прошу прощения так выделяем переводим правильно все сказал предки является ли предкам так является ли симпсонс вот эта площадка арт симпсонс предкам а кого предкам давайте мы сюда укажем нашего барта имя барта нам ведь ничего не даст поэтому вопрос вот такой а является ли вот эта вот штука simpsons деталька предкам барта ну мы поэксплореру уже видим что в симпсонс у нас находится барт окей и должна должен быть ответ от нашу робуса true да действительно является давайте попросим чтобы ложь была давайте мы не симпсонов а каким-нибудь как гриффинах гриффинах у меня останавливаем давайте назовем как там гриффинов то зовут или ладно все таки мы назовем потому что этот place можно будет сказать так вам питер зовут этого товарища давайте спросим у нашего роблокса а питер является точнее симпсоны являются предкам для нашего питера так а питер это будет гриффинс ложь фоллс нет вот эта подложка она не является предкам шва гриффита гриффитах господи питера так давайте дальше а здесь уже здесь про предков мы спрашивали предок давайте здесь будет это потомок давайте примерно вот так скопируем то то же самое только здесь мы менять сейчас все исправлю в принципе по моему здесь должно быть так вопрос такой симпсоны являются потомкам барта нет конечно у нас барта потомок так точнее если бы мы вот так спросили давайте напишу правильно здесь не симпсонс а здесь напишем вот так барт а здесь просто симпсонс и получается здесь у нас будет вопрос такой барт это потомок симпсонов здесь должна быть истина ну а питера и прочее мы пока не меняем так давайте запустим и посмотрим ну вот я уже вижу да с бартом у нас все нормально кстати знаете в новом вот сейчас у нас запущен робок studio и мы можем на output окошке в аутбук в аутбук окне на любой принт который мы делали шелкнуть и перейти на ту строчку где этот вывод в скрипте у нас производился очень легко для отладки смотрим где это у нас истина кликнули и вот у нас курсор на двенадцатой строчке да действительно все нормально барт это потомок симпсона на самом деле можно было интересно разместить более интересно но в прошлом уроке вы знаете что в роблоксе у нас у родителя может быть множество детей но у каждого ребенка не может быть больше чем один родитель поэтому я и не разместил так что я не могу разместить сразу барта и в гомере и в марч чтобы он был потомком и гомера и марч мы конечно можем хитро сделать мы можем сделать временно поместить нашего гомера вот здесь в эксплорере в марч а потом поместить симпсона уже в гомера и тогда у нас симпсон будет предкам и гомера и марч но это все равно это нам этого ничего не принесет но вы можете поэкспериментировать тогда нам роблокс ответит по-другому так ну вот эта строчка на наверно ничего не уже не дает не будем останавливаться мне кажется здесь все понятно так дальше давайте попробуем у тех же симпсонов получим тех потомков только здесь буковка с и по моему параметров нет так давайте посмотрим вот да просто возвращает массив ну в данном случае табличку содержащую всех потомков того про кого мы спрашиваем а сейчас мы спрашиваем про симпсон запускаем надеюсь вам не очень скучно так где-то у меня ошибка ошибка в шестнадцатой строчке так говорит а я тут вручную что-то не из если вам а нужно получить нет удаляем лишние скобочки ведь у меня тоже с маленькой буквы неправильно ведь он правильно с большой буквы останавливаем игру shift f5 запускаем f5 чтобы быстро вот отлично новый roblox studio нам умеет показывать таблички только нужно нажать вот на эту пиктограмму внизу смотрите и посмотреть и нам показывают кто же является потомкам симпсонов потомкам этой детали нам показывают и лизу и наклеечку показывают и барта и вот эти вот искорки и так далее нам показывают всех а что если нам нужно получить только только детали или только модели если вы с моделями например работаете так ну давайте есть у меня здесь что-то подобное или нет нет здесь такого нет можно взять можно взять не всех например потомков получить потомками а можно так у меня где-то есть get children или нет нет здесь нет ну вот как раз мы и напишем get children и давайте посмотрим чем отличается получить потомков и получить детей запускаем и смотрим первые мы смотрели это потомков нам выдает а теперь посмотрим детей прямых детей у симпсонов какое отличие смотрите вот первые потомки нам показали всех вот в explorer смотрим нам показывает не только вот этот список а еще и что находится внутри и барта там все наклейки что находится нас особенно в марч видите там эти маленькие детальки глубже 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 и так далее нам их все показали а если мы смотрим показали а если мы смотрим показать что является детьми ну как бы вот этот список что лежит первый уровень лежащий вот этот нам показали наклеечка и калл лиза бард отлично разница понятна разница понятна так давайте посмотрим еще какие есть варианты вот у меня уже сразу здесь есть ну wait for child мы можем использовать вы наверное видели в других уроках вы знаете что когда у нас грузится place он подгружается не сразу сначала загрузился workspace потом подгружаются например вот эти платформы непонятно в каком порядке потом начинают вот эти симпсоны подгружаться и так далее если наш скрипт должен что-то уже делать с гомером нам нужно подождать чтобы этот гомер уже был загружен в игру на клей на компьютере или на планшете на смартфоне нашего игрока поэтому мы в скрипте можем сделать вот так подождать пока загрузится например гомер так так ну не гомер вот так здесь нужно имя указать и сколько секунд таймаут например 10 секунд ждем если 10 секунд за 10 секунд гомер не прогрузится то там ошибка у нас будет но сейчас у нас эта строчка должна пройти без всякой печати без сего все она запустилась все работает потому что гомер прогружен но я просто вам повторил а давайте если мы напишем гомер 2 и что будет у нас вот мы увидели place давайте здесь напечатаем что нибудь нашелся например дождались дождались гомера и давайте смотрим как работает почему-то нам не печатают что дождались гомера 2 мы 2 ждем с циферкой 2 у нас такого нет ждем и там 10 секунд сейчас 10 секунд должно пройти дождались ага дождались гомера ага дождались гомера но на самом деле ошибки нет я вас немножко обманул значит либо ждет загрузки вот такой детали внутри ну по таком пути game workspace simpsons ждем гомер 2 или ждем столько секунд здесь сколько укажем так ну давайте пойдем дальше так подробнее можно посмотреть вот здесь wait 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 вот wait for child давайте посмотрим time out написано он возвращает ссылку на того ну как бы на ребенка кого мы ждем загрузку по имени а если его не существует то у нас выполнение скрипта нашего остановится пока он не появится ну или пока time out не пройдет вот если мы сюда нажмем то нам подробнее может быть расскажут давайте посмотрим мне просто самое интересное о отлично но тут примеры где можно использовать это ожидание подгрузки ребенка здесь загрузка какого-то корабля окей ну я вам уже на примере показал здесь почему-то никто вам не показывает про time out но я вам уже показал на примере как time out работает так давайте дальше что такое find first child мы же уже пользовались вот такой функцией get children нам дали всех детей симпсонов давайте попробуем воспользуемся find first child в чем же разница и тоже так гомера мы не будем здесь ждать гомера мы ждать не будем я закомментирую нас интересует последний принт так где-то аргумент ага find first child мы должны указывать указывать аргумент давайте посмотрим что же мы в скобках должны у find first child так find first child кстати разница тут есть я вам про это расскажу так find first child имя мы должны указать имя кого мы ищем так ну и курсивно это означает он должен искать еще и в других предках да так ну давайте ладно я не буду читать я просто укажу здесь давайте получить первого гомера вы же знаете что у нас могут некоторые детали называться одинаково поэтому если у нас например два или три нам должны дать ссылку сразу на на одного из них который первый прогружен который первый загрузился или который первого которого первого на их находит для нас роблокс нам уже вот дали ссылку на печатли гомер если я сейчас кликну мне его покажут на воркспейсе тоже очень удобно и нашего роблок студио мы можем сразу переходить и смотреть кого там нам нашли вот гомера но это из-за того что я пользуюсь принтом такс если я сделаю найти гомера 2 которого у нас нет давайте опять запущу и посмотрим нам возвращают нилф на языке луа ничего ну на русском языке слова ничего если ничего не найдено нам возвращают нилф так что нет такого ребенка с именем гомер 2 а давайте ну я могу вам как пример вы лучше мне поверьте на слово если я еще одного гомера сделаю а я его сделаю ладно продублировал вот он у меня пожалуйста их два вот и я их пусть у них имена пока гомер вот нам делаем get first child по имени гомер нам должны ссылку дать на какого-то гомера так вообще-то странно почему-то я же дублировал или я не сохранил не сохранил а сохраняется смотрите была игра запущена студии и во время запуска я в запущенной игре продублировал объект естественно он в нашем плейсе не продублировался так что я здесь его продублирую и сразу было видно когда в игре вы его дублируете то объект внутри объекта не может находиться он выскочил и появился сбоку поэтому у нас сейчас продублированный гомер находится внутри старого гомера и давайте мы его так отодвинем так сохраняем place этот можно будет запустить еще раз извиняюсь что урок длинный но зато кто хотел узнать тот узнает так на какого гомера делаем ставку на левого или на правого нам дали ссылку кликаем смотрим да направо что там грустенький какой-то так так что если мы хотим получить доступ сразу к двум гомерам мы не можем использовать эту функцию вот эту get first child потому что она возвращает всегда только одного а если мы сейчас здесь делаем гомер 2 и нашего гомера одного из гомеров переименуем гомер 2 то нам конечно же при запуске честно вернут гомера 2 вот отлично симпсоны клонами уже размножаются клонируются так дальше что у меня тут во то же самое но найти первого ребенка но который является определенным типом давайте посмотрим я не помню в каком ну можно вот так написать если мы только функцию пишем так не понял почему мне не подсвечивают вот ладно сейчас в документации посмотрим так вот find first child which is может я где-то с ошибкой набрал а так открываем скобку ага и мне вот вверху видите подсказывает что первый параметр это имя класса рекурсивный ну понятно мы здесь можем указать второй параметр не буду показать это там вложенный поиск сами покопайтесь так здесь мы можем указать например найти первый первого ребенка наших симпсонов который является деталью интересно это будет гомер или кто-то другой не именем а тип тип парт запускаем сейчас посмотрим да нам вернули лизу почему лизу не знаю и в вашем эксперименте если вы будете дома запускать нам тоже любого первого вернут кто является деталькой так а давайте не детальку у нас смотрите отличие от всех у нас есть еще наклейка давайте пусть нам вернут первого ребенка симпсона но который является наклейкой как все это странно звучит для тех кто наверно уроки по роблоксу не слушал да вот вернули ссылку нам на наклейку и наклейка наклейка у нас на самих симпсонах на вот этом большом блоке вот тут видно что сверху наклеена семья так отлично мне кажется вам понятно и для чего вообще а вот у нас еще следующее вот так здесь у меня пример с гуманоидом так child of of class давайте я прочитаю я читал но немножко уже забыл там есть отличие вот этого от ага вот здесь написано то что мы сейчас наклейку находили написано что в отличие от find first child of class эта функция которую мы сейчас рассматривали использует вот эту функцию ну перед выводом ну перед выводом мы в самую первую рассматривали сегодня является ли таким типом ну мы там парт писали помните и она как бы уважает наследование классов ну тут хороший пример у нас написано что мы спрашиваем например когда мы пользуемся из а я вам кстати не до конца пример показал хорошо что мне здесь показывается смотрите у нас есть это конечно уже объектно-ориентированное программирование конкретно про роблокс у меня много было но не очень глубоких уроков смотрите вот у нас есть деталька которую мы можем создать парт просто парт тип парт а вы знаете что когда мы создаем плейс из шаблона у нас есть бейсплейт вот давайте я кликаю на бейсплейт и наблюдайте смотрите вот сюда слева бейсплейт этот бейсплейт он имеет он очень похож на просто парт бейсплейт помните это вот эта пластина на которой у нас все большое серое поле на которой все стоит но тем не менее у него тип не парт а бейсплейт но он является потомком парта изначально делали просто большой парт вот такой парт закрепляли его в плейсе чтоб он не падал и он служил нам вот как бы подложкой а потом сделали уникальный бейсплейт у него немножко есть другие функции другие события но это отдельно можно урок про это писать но тем не менее как бы бейсплейт сделан из парта поэтому если мы с помощью из э а давайте мы прямо здесь спросим workspace является ли бейсплейт деталькой запустим так я что-то там наврал бейсплейт как у нас этот бейсплейт то называется а понятно он одним словом без большой буквы без плейт остановили shift f5 запустили и вот второй ответ да нам пишут что да бейсплейт является деталькой а давайте такой ну как бы не просто является он является либо классом названием деталь парт либо его потомком если мы здесь напишем и заметьте это название класса этот когда мы пишем создаем какую детальку вот пишем instance new так ну кстати бейсплейт нельзя создать ну допустим вот здесь пишем парт это не имя это название класса так парт у меня уже вот здесь написано бейсплейтом является так и давайте запустим должно сказать false почему-то рвнулось ладно бейсплейт наверное нужно будет это в отдельном уроке про так ну ладно типа здесь не вижу окей или нет у нас наверно меня поправят зрители нет у нас такого типа бейсплейт ну ладно давайте тогда посмотрим пример что у нас тут горит спрашиваем деталь является партом аааа смотрите а здесь большой буквы написано может быть тип у нас пишется большой буквы бейсплейта так ну мне это не нравится но вы знаете что у нас иногда может быть наш уважаемый александр меня поправит или кто-нибудь тоже из зрителей в чем я не прав а вот кстати является это инстансом или нет и объект у нас в роблоксе от инстанса происходит так что здесь должен быть четвертый ответ должен быть истинным да вот да бейсплейт у нас тоже сделан из инстанса на самом деле про любой объект мы спросим который из инстанса от инстанса происходит он у нас будет так а про бейсплейт мне нужно уже будет почитать либо еще документация здесь устарела либо что-то не то так теперь смотрим добираемся до вот этой вот штуки о в класс и как раз в чем было отличие ребят я я реально сейчас видел здесь написано бейспарт я бейсплейт читал извините вечером записываю вот и так нам пишут что есть мы пользуемся вот этим классом то он будет нам возвращать вот например если мы хотим бейсплейт найти для бейсплейта у нас будет истинно извините не бейсплейт бейсплейт бейспарт у нас истинно и бейспарт если мы ищем бейспарт и он и партам является и инстансом является вот но если мы будем использовать функцию вот эту find first child of class то она вернет только четко то что мы здесь напишем никаких предков там предков класса и наследников класса в объектно ориентированном смысле здесь нам не вернется так ну давайте как-нибудь это продемонстрируем дело в том что у нас все объекты вот эти синие пацаны они в принципе все одного типа так хотя вот я специально наклейку в барта я добавил спарклс вот давайте с бартом попробуем симпсонс здесь барт в барте в барте есть наклейка ладно вот нам эту наклейку бардовскую дали так может быть нужно добавить сюда что можно добавить ага вот что попробуем так нет с помощью инстанса все можно создать в том числе и спарклс ладно задание тогда для продвинутых зрителей напишите пару строчек кода что можно добавить как можно без цикла вот в таком простом примере показать разницу между вот этой функции find first child which is a и вот этой функции find first child of class еще раз словами здесь он нам должен возвращать только первого ребенка который сто процентов вот этого класса а здесь вот эта функция она нам возвращает не только тот класс который мы ищем но и его потомков каких-то но это уже поглубже в объектно архированное программирование нам может быть для этого урока пока и не надо так ну давайте вот эту по плану следующую смотрим скучно видите мы с текстом в основном здесь все делаем так и давайте у барта какие параметры нам строчку имя мы должны указывать ну найди первого предка с именем симпсонс ну предок у нас один такой а если бы у нас было вложено давайте я все-таки покажу эту вложенность так дублирую двигаю это симпсона давайте его еще раз напишу здесь мне говорить уже тяжело горло пересыхает так и в этот симпсонс так давайте мы его покажем ну это просто ничего не значит что одно на другом стоит просто я вот этого барта внутрь вот этих симпсонов видите в эксплорере так что у нас есть большая площадка симпсонс это главный предок у нас потом в нем есть еще симпсонс вот эта коробочка и внутри этого симпсона есть барт и теперь давайте посмотрим как наш скрипт отработает так а конечно теперь вот эта строчка не работает потому что барт у нас находится внутри симпсонс симпсонс не нравится мне что я здесь старые уроки приходится старые примеры менять так давайте я их буду лучше комментировать да и барт у нас тоже здесь уже находится вы спросите ну мы же печатаем название симпсонс симпсонс мы же сами знаем как вот человек который создает эту игру мы же знаем кто предком является у барта и кто первыми является редко мы то знаем а вот компьютер к сожалению он не такой умный как мы мы должны с помощью функций искать так опять что то у меня здесь неправильно да из-за того что я этого симпсона передвинул если вам вы не можете разобраться то что я вам расскажу но это просто сложный урок для вас а те кто немножко продвинуты я надеюсь они чуть дальше продвинутся да вот вернули нам симпсонов и угадайте каких нам симпсонов вернули нам должны вернуть первого предка да видите курсор стоит в экспортере на первом предке барта а мы можем вот как сделать смотрите как хитро так это вот здесь мы сделаем не принт мы давайте переменную занесем занесли здесь печатаем этого предка и давайте еще напечатаем родители этого предка вот двух симпсонов написали первый это мы видим симпсонс внутри которого барт находится а на второй симпсонс внизу кликаем это уже его родитель здесь все очевидно так дальше идем так а вот эти штуки я пропустил здесь а нет это я закомментировал просто строчки окей так ну про предков дальше то же самое что и про детей смотрите off class значит здесь в параметрах мы указываем четко название класса нам вернут только одного предка такого класса а если там написано если модификация этой функции не off класс а which is то он вернет первого кого найдет кто подходит условию что либо этого класса либо какого-то наследника этого класса вот вот классная штука есть getPartsInPart мы это в цикле сейчас посмотрим у меня здесь уже какие-то заготовки были смотрите вот есть такая функция так есть get children вот get children давайте здесь поэксперим я хочу чтоб мы видели что это get children отпечатается так а здесь мы перенесем так так давайте посмотрим что у нас пишут про эту функцию так мы уже две трети урока прошли урок идет как стрим так что-то я простите так getPartsInPart угу getPartsInPart так странно не вижу здесь этого так ну давайте сейчас эту скобку ничего мне не говорят запускаем так так я наверное где-то ошибся с названием так посмотрю что у меня в заготовках как она называлась get children все понятно мы это только это функция Workspace ну ладно вот видите не во всех объектах Roblox есть одни и те же функции давайте мы здесь пишем вот так и мы должны здесь указать название детали внутри какой детали находятся другие детали остановили Shift F5 запустили нас интересует вот эта строчка почему-то нам ничего не вернули почему-то нам ничего не вернули почему-то нам ничего не вернули хм давайте getPartsInPart можно можно вот здесь так написать вот а еще параметры ох да ребят я какой-то более простой вариант находил давайте посмотрим в моих заготовках здесь здесь нужно еще указывать параметры я в этом уроке точно это не хочу рассказывать потому что я это не тестировал я нашел просто более простой способ так так странно у меня все это getPartsInPart getPartsInPart не понимаю в чем проблема так ну давайте ладно пусть она пока нам не нашел давайте я раз раскомментирую мои заготовки вот она последняя моя заготовка так у меня есть переменная которую я вот здесь определил назвал детки у этих деток я буду заносить все время полученных детей от какого-нибудь предка в данном случае вот эта функция которую мы сейчас пытались с вами рассмотреть и она у меня не срабатывала так 3 секунды точно прошло ага и вот мне напечатало всех этих ребят почему здесь то все это сработало так почему я пишу Workspace Simpsons а может быть я здесь это неправильно написал интересно почему вот так не работает а давайте вот так запишем просто с Workspace Simpsons просто с Workspace Simpsons просто с Workspace Simpsons опять здесь не работает а здесь работает в цикле у меня все сработало ладно останавливаем и смотрим в принципе если писать game.workspace с большой буквы это то же самое что вот это одно слово Workspace можно так сокращенно писать а а а ребят вот в чем дело здесь у меня есть wait здесь мы так или иначе дожидаемся подгрузки подгрузки всего place а здесь у меня скрипты идут быстро возможно 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 еще не подгружено это конечно странно давайте я так на всякий случай wait 3 сделаю посмотрю да да вот оно сработало фантастика да все работает ладно я нашел в чем проблема догадался сам так что понимаете как важно пользоваться wait for child дожидаться там загрузки но там много вариантов как можно дождаться загрузки ладно я это все комментирую как хорошо что я на этом уроке совершил ошибку и сам нашел в чем проблема так ну давайте теперь рассмотрим классный пример который можно сразу использовать уже в какой-то относительно продвинутой игре а вот у меня здесь print и вот мне печатается gomer merge maggie gomer 2 симпсонс лиза а давайте я вот так вот закомментирую и попробуем запустить мы должны увидеть ошибку нет ошибку мы не нашли не увидели нам показали все объекты которые находятся на нашем ворспейсе внутри 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 вот этой вот пластинки и все объекты которые там находятся я покрасил в желтый цвет скрипте давайте еще раз запустим и посмотрим так как 3 секунды там есть мы можем заметить как меняется цвет вот все стало желтым и давайте посмотрим все ли стало желтым или не все я пользовался функцией вот она вот она вот она get parts in part получи детальки внутри какой-то детали а какая-то деталь это симпсонс вот эта вот площадка и смотрите у нас желтым цветом почему-то base place закрасился и все детали которые касаются вот этой вот симпсонс так что деталь видите бард он у нас не касается он выше давайте гомера 2 сейчас мы стащим гомер 2 мы его давайте сдвинем чтобы он не касался площадки и в принципе он сейчас должен остаться не закрашенным понятно эта функция возвращает нам все детали которые касаются какой-то выбранной детали например с помощью этого вы можете сделать невидимые невидимые комнаты какие-то вот и определять какие детали какие кубики ну или видимые какие кубики игрок или кубики например нужно собрать слово мама вот вы можете посмотреть какие кубики сюда у нас принесли какие буквы на них ну и так далее но в принципе вот эта функция она немножко притянута за уши она не имеет отношения ни к родителям ни к детям нам просто workspace наш позволяет с помощью функции которые только в workspace работают находить все детали которые касаются какой-то детали например давайте попробуем что касается нашего барта симпсонс она находится симпсонс барт вот такой у нас путь сейчас до нашего барта давайте запустим и посмотрим что же окраситься в желтый цвет что касается нашего барта так ну у меня изначально был желтый цвет ага ну у меня тут есть принт печать печать видно что была была найдена лишь одна деталь которая касается нашего барта и она у нас называется импсонс и раскрашена она в яркий желтый цвет вот она у нас и раскрасилась давайте попробуем Лизу пододвинем к барту так мне кажется достаточно да и посмотрим Лиза сейчас попадет в список да Лиза тоже попала ну давайте раз уж я про эту функцию рассказал раз уж я так долго давайте посмотрим какие еще есть полезные штуки для обнаружения каких-то деталей в области действия других деталей остальные функции немножко посложнее так вот у нас есть worktruth и давайте посмотрим какие у нас есть ну вот эти вот знакомые вам уже функции потому что они работают с нашими с любыми партами так вот они у нас есть get parts in part мы смотрели еще кстати мы не пользовались вот этим параметром давайте посмотрим какой параметр может параметры соперекосновения ну давайте подробнее вторым вторым параметром идет вот здесь после той детали вот здесь вот нужно указывать вторым параметром давайте почитаем что здесь можно указать и как можно указать сюда кликаем так а вот так мы указываем максимальное количество деталей видите здесь подробно не написано может будет меняться потом ну как я понимаю так максимально это сколько деталей можно вернуть давайте один например вот сейчас укажем collision group default так наверное нельзя можно вот так для станции тоже фильтр для а потомков так ну это можно не указывать мне самое интересно запускаем смотрим да ну надо почитать получше давайте только макс ставим вот эту вот вещь вот sports еще раз перезапустим у нас находилась сейчас лизу и симпсонс так ребят что то я не то опять делаю ладно потом разберусь расскажу давайте лучше еще две оставшиеся функции вот эти хотя бы двумя словами объясню так вот у нас написано get parts in part вот а есть get parts in bounce in box здесь мы указываем c-frame указываем c-frame это где у нас находится та коробочка те координаты и тот размер где мы хотим узнать нахождение деталей я могу в принципе это сейчас написать давайте вот так это я за комментирую сделаем тире нет и детки закрасить желтый цвет так ох я вам тут все время то быстро конечно не сделаю давайте лучше я словами все объясню примерно так что посмотрите про c-frame и сами сделать итак то же самое вам вернут список тех деталей которые находятся где находятся в нашем place но c-frame это значит находятся кубики с координатами начальными и наклоном поворотом которые у нас заданы в c-frame vector size это размер вот этого кубика я могу этот кубик смотрите сейчас я этот кубик сделал вручную вот он называется симпсонс вот эта площадка а мы можем не создавать никаких деталей мы можем описать вы знаете что у этой детали есть и c-frame есть его размер вот size вот orientation и position они находятся в c-frame c-frame отдельная сложная тема есть урок или парочка у меня посмотрите посмотрите может быть более подробные понятные где-то уроки по c-frame текстом есть или на английском языке так что еще мы здесь указываем так 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 вот inbox размер ага ну вот все и нам внутри какой-то области выдают список объектов которые там находятся так вот тоже самое следующая функция но написано in radius это значит не в квадрате не в кубической области а тут можно то указать просто позицию например радиус взрыва вот это я могу сейчас вам указать а давайте вот эту эту мы сможем быстро повторить она довольно простая и так что там первое указывается координаты вектор 3 new ну начало координат значит центр нашего place он находится вот где-то вот здесь вот и давайте попробуем и радиус радиус вот написано это значит дробное число плавающей точкой давайте укажем пока 10 стадов и давайте посмотрим кто у нас попадет кого окрасит так в этот радиус попал а ну 0 вот у нас здесь находится так давайте вот как мы сделаем хитро разместим разместим детали покемонов мне не жалко давайте я их сейчас сюда пододвину так вот так к радиусу нашего взрыва так ну и давайте запустим так где же у нас координаты 0 0 а этот они отодвигал так вот у нас 3 трое окрасилась ну и base plate так как радиус взрыва ну как бы это радиус он по трем осям работает не окружность а шар вот так давайте больше радиус укажем например не 10 стадов а например 50 с половиной 50 с половиной попало все давайте укажем радиус пятерочка пять с половиной я хочу что покрасился только один да вот у нас центр наш координат тут 2 окрасилась опять давайте я в workspace я их кликну посмотрим какие у них координаты так 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 тимоны вот так смотрим позиция минус 3 минус 1 ну близко пятерку укладывается давайте смотрим следующий который желтый у нас а у этого координаты минус 3 минус 1 минус 4 так окей я вам этот цикл еще не объясню у нас функция как вот это детали которые касаются какой-то детали она возвращает таблицу в таблице находится список объектов в этой таблице детки в цикле от первого объекта до решетка это длина это значит сколько всего в этой таблице объектов если там ничего не нашлось то здесь будет ноль от единицы до нуля значит цикл ни разу не сработает ну у нас находится вот сейчас два нашлось объекта здесь дальше я печатаю название найденного объекта первый элемент вот этой элемент таблицы точка name мы печатаем вот оно именно печатано baseplate напечатался так это какие какая-то деталька еще напечаталась такс и цвет brick color какого цвета у этой детальки и я заношу следующие следующие строчки в brick color заношу желтый цвет можно сделать вот как можно не желтый цвет сделать можно например сделать чтобы взрыв произошел и и наша деталь которая попадает в взрыв уничтожилась помните с помощью destroy произойдет если сейчас я запущу то у нас получается две детали которые в радиус попали они исчезнут опа baseplate у нас тоже попал в радиус и он тоже исчез но если я сделаю радиус опять 50 у нас уже в радиус этого взрыва пропадут все детали и опять все пропадет опа и наш герой тоже получается попал в радиус и респаунился так закомментирую я destroy на этом урок закончен надеюсь я в таком длинном уроке вам что-то рассказал полезное по крайней мере функции которые позволяют находить как бы потомков предков или другие детали которые находятся в определенных местах так единственное что я вам не рассказал я вам показал сейчас простой цикл так давайте опять instance я вам показал мой любимый цикл а на самом деле он не самый быстрый так get children get children и давайте вот здесь примере поставим я уже сам не буду писать вот у нас два варианта есть циклов есть цикл который я использовал индексом от единицы до количество полученных элементов а есть другой вариант который работает в роблоксе конкретно работает быстрее or и здесь у нас указывается индекс можно любую букву написать любую переменную и child дальше ключевое слово in ipares индексированные пары посмотрите мои уроки про циклы чем отличается ipares чем отличаются циклы короткие уроки их у меня по-моему штуки 3 на канале есть так и здесь видите как можно давайте посмотрим на мой цикл как неудобно видите я получаю этих деток я обращаюсь к деткам вот так детка в квадратных скобках этот индекс и так далее а здесь все проще у нас сразу в переменной child уже находится ссылка на нашу детку которую мы нашли и мы можем сразу печатать ее имя или можем менять цвет и так далее так что вот я считаю что тема get children и так далее получением предков родителей закрыто если что-то непонятно посмотрите предыдущие уроки или спросите меня в комментариях ну я к этому уже не буду возвращаться а вот к этим функциям можно будет вернуться и посмотреть уже в каком-нибудь отдельном коротком уроке про них например наверное вы может быть посмотрели игру в кальмара и думаете как можно сделать игры которые были в сериале как их можно будет сделать как их можно сделать в роблоксе вот кстати хорошая задача не для того чтобы даже попрограммировать а попробуйте в голове своей представьте как сделать ту или иную игру в роблоксе ну на этом все ставим лайк подписка может быть кто-то донатики меня пошлет всем спасибо пока